Всем привет! Финал Игры Престолов это то, что без сомнения сейчас волнует сердца и умы большинства зрителей сериала. И чем дальше, тем больше противоречивой информации начинает витать вокруг этого. Вот и на сей раз нас с вами, кажется, вновь обманули это, во-первых. А во-вторых, новые неожиданные сведения насчет финального шестого эпизода и всего восьмого сезона поступили к нам буквально на днях. И сейчас я объясню, о чем идет речь. А самое интересное, как водится, будет в самом конце. Итак, вы, наверное, уже в курсе, а если нет, то я напомню, что дабы обезопаситься от утечек и сливов информации, которые в седьмом сезоне нанесли существенный удар по HBO, команда Игры Престолов намерена отснять сразу несколько альтернативных концовок сериала, чтобы никто до самого последнего момента не знал, чем все закончится. Об этом не так давно сообщил программный директор канала Кэсси Блойс, и данная новость успела наделать уже достаточно много шума. Одни с большим энтузиазмом ее восприняли, другие же сразу начали подсчитывать, в какую копеечку это выльется для HBO. Не удержался от комментариев на эту тему и Николай Костер-Вальдау. В своем последнем интервью он в пух и прах раскритиковал данную затею и сказал, что она совершенно нереальная. Вы тратили бы по 100 тысяч долларов в день, снимая то, что не собираетесь использовать. Нет, этого, конечно, не произойдет, сказал он. И все остальные комментарии актера были подобного рода. Так что уж не знаю, что и думать. Либо HBO всех порядком удивят, либо же нас в очередной раз обманули, распустив слухи, которым не суждено стать реальностью. Хотя какой смысл делать подобного рода пустые заявления, мне это, честно говоря, тоже не совсем понятно. Разве что для того, чтобы в случае нового слива зрители воспринимали его не так серьезно, так как якобы он может быть и неправдивым. Ну и третий вариант, возможно, HBO найдут способ как-то монетизировать то, что они отснимут. И те сотни тысяч долларов, о которых говорит Вальдау, не пропадут зря. Плюс к этому никто ведь не говорит о деньгах, которые канал потерял вследствие утечек двух из семи эпизодов седьмого сезона. Уверен, суммы там тоже очень и очень внушительные. Но это только часть новостей. Далее, если верить Entertainment Weekly, то режиссерский состав восьмого сезона Игры Престолов уже сформирован. И в нем, как мы уже недавно говорили, присутствует, во-первых, ветеран сериала и один из лучших его режиссеров, Мигель Сапочник, создавший «Суровый дом», «Битву бастардов» и «Ветра зимы», который должен будет отснять три эпизода восьмого сезона. Еще две серии возьмет на себя Дэвид Наттер, получивший Эмми за свою работу в пятом сезоне. Ну и самый интересный вопрос, а кто же отснимет финал восьмого сезона и всего шоу? И тут под барабанную дробь можно раскрыть тайну. Режиссерами шестого эпизода станут его же сценаристы, шоураннеры Игры Престолов Дэвид Бенёв и Дэн Вайс. Видать, они никому не доверили такой ответственной роли и решили самолично поставить точку во всей саге. Правда, опыта самостоятельной режиссуры у них вроде бы нет, пока Дэвид и Дэн выступали всего лишь в роли со-режиссеров. Но, надеюсь, они справятся и концовка сериала нас ждет на самом деле захватывающе. Ну а вопрос нескольких финалов восьмого сезона Игры Престолов пока все еще остается открытым. Я буду внимательно следить за тем, как развернутся события дальше, а на сегодня у нас все. Кому данная информация была полезной, поставьте палец вверх и сделайте репост этому видео. А также подпишитесь на наш канал, если вы хотите и дальше первыми узнавать все свежие новости. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok